И снова здравствуйте, друзья! И снова сегодня на обзоре у нас будет Интерскол. Сколько ненависти, сколько радости, сколько зависти в этом слове Интерскол. А все потому, что Интерскол довольно-таки нормально продается. Кто на меня давно подписан, знаете, что я занимаюсь еще и ремонтом электроинструмента, и также занимаюсь продажей инструмента. Ладно, ну к этому вопросу мы вернемся чуть позже, а сейчас подведем итоги на самый популярный комментарий. Александр, 2212. Никуда не надо писать, с тобой свяжутся и узнают, куда тебе высылать данную отвертку. Кто на думает, схитрить не надо, ничего у вас не получится, каждый аккаунт и проверяются. Мы сегодня проведем еще один конкурс, также на самый популярный комментарий. Из приза, я не знаю, что будет, но это будет что-то Интерскол. Либо набор сверл и бит будет, либо может быть будет такая отвертка, либо может быть будет у нас Minimax. То есть вам нужно будет оставить комментарий, и самый популярный комментарий, вот так скрин делается, там может быть комментарий, кстати, самый популярный, не у того, у кого очень много лайков. То есть как у YouTube выбирает самый популярный комментарий, вот этот комментарий победит. Также подведем итоги где-то недели, через 2-3, как у меня будет время. Так, что у нас-то Александр написал? Интерскол удивляет своим разнообразием выпускаемых новинок за последнее время, чего только они придумали. Ну, Интерскол подает идею китайцам, то есть по факту это как бы китайцы выпускают. То, что там сейчас в Алабахе делают, ну там или сборка, или частичная сборка, я точно не знаю. И поэтому как бы, ну с одной стороны, он как бы прав, что Интерскол удивляет новинками, ну просто Multimax. Ну, из всех брендов, которые представлены в России, только я считаю, что-то у Штурма было похоже. Больше ни у кого не было. На Алиэкспрессе были, были, но я их там не заказывал никогда, потому что мы продаем тот же Multimax по цене Алиэкспресса. Ну вот еще один комментарий был внизу, ну это просто человек отвечал, ну непопулярный. Может быть, кстати, даже этот человек, что ему там напишет такое умное, если его залайкают, как бы мы ему отправим приз. Ну, напридумывали много, все кроме хорошего инструмента. Они лучше бы качеством удивили, хотя Евгению похер. Да, я вам скажу, честно вам скажу, что мы как бы похер, что продавать. Вот реально похер. Лишь бы это не ломалось, это было нормально и вам это нравилось. Вот, вот, вот это главный момент, я вам уже рассказывал об этом. Самое главное для меня, чисто, чтобы это все уехало человеку, человек был доволен, мы были довольны. Все там, поставщик доволен. Вот, вот идеальная схема, идеальная схема. Вы заметите, некоторые бренды у меня были, там и обзоры на канале, вот в Телеграме, там топчик-топчик. Одни бренды были-были-были, потом бах, куда-то делись. А куда они делись? Какая-то у них, значит, проблема возникла. Что касаемо, качеством бы лучше удивили. Ну, смотря с чем вы будете сравнивать Интерскол. Ну, давайте Интерскол сравним со штурмом. Сынка. Или вы хотите сейчас сразу, чтобы я Интерскол брал и сравнивал с Бошем. Да, по сравнению с Бошем, если сравнивать Интерскол, Интерскол будет говно. По сравнению с Хилт и будет говно. По сравнению с Милоке будет говно. С чем сравнивать? Вы, как бы, вот это имеете в виду. То, что Интерскол тут, как бы, свою маркетинговую политику так ведет, что он, как бы, профессиональный, профессиональный, профессиональный. И некоторые, я так понял, на это ведутся и думают, что это такой же профессиональный инструмент, как Милоки. Нет. Нет. Если Интерскол, а, вот, к примеру, Баугарька был, так же у нас была акция. Это была акция. Сколько там? 9 рублей она стоила, кажется. По акции 9 рублей. И то мне вздрючил вортак за эту цену. Сказал, нет, у нас надо ставить минимальное 12 тысяч. То есть мы тебе больше акцию делать не будем. Очередь за ней не стояла. Хотя они приблизили ее к профессиональной, да. Если сейчас Интерскол сделает такую же бесщеточную, там ценник будет, к примеру, там, 15. Ну, сделают вообще копию Hitachi. Хайкоки. Ценник будет 15-16 штук. Что, будете покупать ее? Вы, я думаю, не будете покупать. Не забывайте. То есть это бизнес. Тут люди смотрят, чтобы это могло продаваться. Да, Хайкоки, она, кстати, тоже не шибко продавалась. Она стала продаваться только после моего обзора. А до этого они как бы особо не продавались. То есть есть бренды, которые уже, ассоциация у вас с этим названием, что-то все профессиональные инструменты. Ну, значит, позже расскажу. У них тоже есть пробелы не в электроинструменте, а в ручном инструменте. Они там, кстати, тоже очень-очень-очень сильно хитрят, и вы удивитесь по поводу Макиты. Ну, а что касаемо этого, ну, не будет Интерскол. Может быть, когда-то сделает инструмент, который, блин, будет аналогичный тому же Милоки. Ну, сколько тогда будет стоить данный инструмент? Ну, ладно, перейдем к обзору. На обзоре у нас, ну, еще в конце там пообщаемся на данную тему. На обзоре у нас сегодня будет, ну, как сказать, новинка. Болгарка Интерскол, которая работает на 40% мощнее, работает на 50% эффективнее и на 40% легче. Ну, и так, для интереса мы сравним уже со старой, доброй машинкой. То есть, это не новинка. 230-2000 М. К обзору. Как себя начнем с комплектацией. Поставляются машинки в картонной коробке. В комплектацию входят два ключа. Вот этот ключ, который потоньше, это ключ от новинки. А ключ потолще, это от старейшие. Должен сказать, ключ у новинки вообще ни о чем. То есть, он тоненький, и до улики так нормально гнется. Вот Интерскол, почему нельзя было положить новинку, вот такой вот ключ, который лежал в старой машинке, вот такой вот толстый ключ. Нет, вы положили вот этот тоненький. Ну, надеюсь, исправитесь. Ручки, новинка и старая машинка. Тут также удешевление. Старая ручка, довольно-таки такая обычная, нормальная ручка. Вот здесь вот так немножко ребристо. То есть, довольно-таки классно в руку ложится. Вот эта ручка обыкновенная, обыкновенная китайская ручка. То есть, есть и есть. И она чуть меньше. Вот шестигранный ключик, почему-то у новинки больше. Также у старой модели в комплекте идут вот такие вот картонные проставочки под диск. Хотя странно, почему такие вот проставочек нет. Новинки, может там шайбы немножко другие. Обычно Интерскол, свои ушемки, постоянно вот такие вот картонные проставочки. Сколько вот, помню, с 10 или может с 8 года, с 2008 года. Постоянно вот кидал вот такие вот проставочки. Хотя ими особо никто не пользовался, но все равно как бонус приятно. Шайбы поближе, шайбы старые уши и новинки. Ну, как по мне, вот эти вот шайбы лучше, они же так потяжелее. Здесь более, так сказать, облегченная версия. Ну, и кожуха отличается только цветом. Это старая модель, это новинка. Я так понимаю, что Интерскол специально удешевел комплектацию, чтобы новинка стала меньше. То есть, у нас машинка на сколько здесь? 2,4 кВт. И вот она 2,1 кВт. Ну, то есть, это значительно легче. Ну, это мы увидим, что они там внутри изменили, когда ее будем разбирать. А вдруг, а вдруг там то же самое, что и тут. Сидевые кабели такие вот резиновые, резиновые, резиновые. Довольно-таки добротные. Длина сидевого кабеля у новинки 2,5 метра, а у старой модельки 2 метра. Но 2 метра, я считаю, это вообще ни о чем. Да и хотя и 2,5 метра, это не так уж много. Интерскол даешь 3 метра. Ручки у машинок также добротные. Вот здесь нечто похожее на резиновую вставку есть. Вот здесь пластик на новинке. Здесь резиновая вставка и здесь резиновая вставка. Даже не знаю, какая удобнее. Мне кажется, вот эта удобнее будет. Также ручки у нас поворотные. Щелк, щелк, щелк. И на старой модели. Выключатели у нас, скорее всего, будут стоять одинаковые. С безопасностью. То есть, так не нажмете. И без фиксации. Фиксальный выключатель на больших машинках довольно-таки опасная вещь. Но некоторые производители все равно это делают. Как мы видим, новинка у нас меньше. То есть, взять по обхвату старую модель. Это получается где-то в районе 11 сантиметров. Новая модель где-то в районе 8 сантиметров. И также есть разница по весу. Старая модель 4 килограмма, 286 грамма. Новая модель 3 килограмма, 630 грамма. Сами видите, как бы разница довольно-таки значительная. Ладно, давайте сейчас пройдемся по характеристикам. И будем их разбирать. То есть, посмотрим, что они там внутри изменили. Старая модель. Машинка у нас на 230-й кружок. Мощностью 2,1 киловатта. По числу оборотов 6500 оборотов в минуту. Сделана машинка в Китае. И собрана в Китае. И ничего тут такого нет. 90% инструмента собрана и сделана в Китае. Новинка. Машинка также на 230-й круг. Мощностью 2,4 киловатта. По числу оборотов 6500 оборотов в минуту. Также сделана в Китае. Да, чуть ли не забыл по редукторам. Старая модель, новая модель. Видно, что у нас в новой модели редуктор удешевленный. Ну, видно, что он удешевленный, нежели со старой моделью. Скорее всего, это также связано с тем, что здесь сделали меньше 2 типов. Но других объяснений у меня нет. Вот эти редуктора в имперсколы отличные. Как себя будут вести редуктора от новинки, я не знаю. На них у меня еще толком вот эти модели не продавались. Разбираем. Первая у нас будет новинка. Достаем угольные щетки. Теперь не новинка. У нас здесь быстрый доступ к щеткам. И вот такой вот маленькой отверточкой не надо откручивать. Сейчас вот здесь начну откручивать. Сто пудово здесь что-то поломается. Нужно отверткой откручивать. Видите, с алмазным напылением. Шутка. Просто отвертку побольше берете и все. Вот они щетки рядышком. У новинки щетки у нас на поводке. У старой модели на пружинке. Но у старой модели щетки больше. Где мощность меньше. По толщине примерно одинаковое. А вот по ширине у старой модели они больше. Теперь раскручиваем ручку. Старая модель. Открутили и вскрываем. Теперь новая модель. Открутили и вскрываем. И в машинке рядышком. Выключатели как видим у нас одинаковые. Блоки плавного пуска. Я забыл вам сказать, в машинках у этих есть плавный пуск. Ну смотрите провод какой идет уже. То есть в новинке и в старой. То есть явно вот эта часть именно с проводов. Новинки сделано лучше. Будем доставать якорь. Открутили и вытаскиваем. Теперь новинка. Открутили и вытаскиваем. И вот они два якоря рядышком. Это старая модель. Это новая модель. У новой модели якорь чуть меньше. Нежели чем у старой. Но если мы посмотрим на плотность намотки. Вроде как она здесь больше. Нежели чем на старой модели. Вот эта сторона мне кажется получше будет видно. Да и кстати бандаж такой же как у Боша почти. Вот реально четкий. Он так намотан, что даже проводов не видно. То есть довольно-таки плотненько. Диаметр по железу у нас якоря новинки 49. А старой модели 54. Если мы возьмем якорь от болгарки Makita 2,2 кВт. То диаметр по железу будет так же 54. По идее как бы у этой 2,1 кВт. У этой 2,2 кВт. Он должен был чуть меньше. Я просто не знаю как это все происходит. Некоторые сейчас стопудово доколупаются до этих миллиметров. А там больше, а там меньше. Как бы вот Makita 2,2 кВт. Если мы возьмем болгарку Metabo на 2 кВт. У нее чуть меньше получается. Сколько? Вот у нее получается 53 в диаметре. То есть я как бы не знаю. Еще что бы хотелось отметить. Смотрите. Не новинка. Новинка. То есть форма лопастей. Здесь лопасти прямые. Здесь они немножко уже изогнутые. Если мы берем Metabo и Makita. То есть у них давно уже такие вот лопасти изогнутые. Также лабиринтное уплотнение. На новинке оно есть. То есть полностью закрывает подшипник. Но старой модели лабиринтного уплотнения не было. Ну и вот они все якоря рядышком. Metabo. Новинка от Интерскола. Старая моделька. И Makita. 2,2 кВт. Интерскол нам заявляет, что он использует здесь технологию квадро. То есть эффективное распределение мощности. Но что мы здесь увидели? Да, якорь стал лучше. Да, там как бы намоточка поплотнее. Да, лопасти они поменяли. То есть это как бы квадро-технология. Либо не квадро-технология. Просто я догнать не могу. И поэтому знаете, что я решил сделать? Закажу-ка я якорек. Наверное, вот от новинки закажу якорек. И закажу. И, в принципе, может быть старый найдем. От не новинки. И мы их распилим. И посмотрим, как они внутри. То есть что внутри. Ну это в телегу, скорее всего, выложим. То есть как намотка. Чтобы конкретно было видно. Лучше, не лучше. И потом, я думаю, летом напрашивается какое-то испытание. Данной новинки. То есть она понятна, что она уже лучше. Лучше старой модели. Кстати, ценник у них примерно одинаковый. Там в районе 6 с чем-то тысяч стоит в интернете. Можно найти. И думаю, летом сделаем обзор и сделаем сравнение. Как вам? А, да, кстати, по запчистене я не сказал. По новинке я деталировку не нашел. Но с новинками такое бывает. А по старой модели якорь 3290. К шестерням дойдем. Статтера нету. Ну, выключатель 450 рублей. И 700 рублей блок плавного пуска. Статтер не от новинки. Как видим, он не бронированный. И статтер от новинки. Так вот залит, 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 залит конкретно. Ну, вот они. Два рядушка. Так, кстати, по статтерам не обязательно. На Интерскол, не важно. Там Хилти, Милоки, там Бож, там Девольт. И, собственно, вы не можете найти статтер. Как правило, они очень-очень хорошо мотаются. И поэтому, знаете, кто у вас в городе занимается перемоткой. Вот якоря, вот там нужно иметь, иметь, иметь конкретную такой вот опыт, чтобы их нормально мотать. У нас в Белгаре нормальный якоря никто не мотает. А вот статтера мотают. То, что их не тяжело мотать. Так что вы можете обратиться, а вам перемотают и выйдет еще дешевле, чем он стоит новый. И, как бы, будет работать так же. Теперь скрываем редуктор, да, отверточкой. Желательно скрывать редуктора отверточкой, дабы не сорвать вот эти вот винты. Это на всем инструменте так. Открутили и скрываем. Теперь не новинка. Открутили. Кстати, винты в новинке жестче сидели, нежели чем в старой модели. Скрываем. И вот они, два редуктора, рядышком. У новинки у нас шпиндель упирается в подшипник. То есть в обычный подшипник. У старой модели в корпусе стоит игольчатый подшипник. Смазку они поменяли. Чем-то данная смазка сейчас смазку АТЕГ напоминает. То есть такая же беленькая. Ну и большие шестерни. Новинка и не новинка. Шпинделя тут сидят на подшипниках. По поводу шестерни малосмазки мы уже как-то проводили эксперименты. То, что вот это малосмазки это все фигня. И смазки производители кладут туда столько, сколько нужно. То есть данная машинка, они без смазки будут какое-то время работать. То есть за неделю, за месяц они у вас не умрут там без смазки. То есть в домашнем условии будете и пилить, 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 пилить. Мы уже проводили эксперимент. Итак, по поводу машинок. У меня вот этот момент все-таки с квадро не до конца понятен. И поэтому, чем предлагаю. Давайте может сделаем два ролика, либо один совместим. То есть мы попробуем замерить мощность. Но не вот этим китайским. Знаете, что в розетку втыкается? Бар. К тому типа там циферки какие-то нет. Это все хер. Вы этим никак не замерите. Мы попробуем сделать здесь как-то по току. Либо еще как-то. Ну, придумаем. То есть сделаем по фэншу и все по-научному. Также еще есть идея, что я вам сказал. Закажу я, наверное, якорек. Тот и тот. Может быть тот, другой паленый найду. Но от новинки паленых нет. Он только поступил. Вот я закажу новый якорь. Мы его распилим и также сравним. То есть внутри посмотрим именно вот как там намотано. Как там намотано. Что касаемо данных машинок. Вот их, кстати. А где второй ценник? А вот он. Их с витрины взял. Ну, я с организацией в основном работаю. Вот. 7900. И второй ценник. Ну, она так же стоит. То есть новинка и старая модель стоят примерно одинаково. В интернете я смотрю там где-то, кажется, у нас даже на сайте. На сайте для частников как бы так подешевле. Вы уж подешевле все любите. Вот. Там где-то в районе 6500 рублей. Да. Если бы данная машинка стоила бы как Макита. Так же. 90-20, к примеру. Стоила бы там Макита 927 тысяч рублей. Или 6500. Выбор был бы очевиден. Правильно? Это либо Макита. Но Макита сейчас только не стоит. Метабо сейчас только тоже не стоит. Бош сейчас только тоже не стоит. Вот. И поэтому говорить, ой, фу, да Макита лучше. Да, понятно, дурак, ну, что Макита лучше. Но он и в два раза дороже стоит. Ну, как бы вы логику включаете. Возьмем давайте Фейн машинку, да? Сколько она? Бармасов 40 будет стоить. Она лучше Макиты будет. И лучше Милоки она будет. Ты не можешь говорить, что Макита говно. А вот Фейн это тема, да. Много из вас машинку за 40 тысяч купит. Да, я думаю, не так много. И поэтому Интерскол как бы тема интересная. В плане мне она интересна то, что у меня их даже организации покупают. Не Макита, а Интерскол. Потому что Макита дороже стоит. А Интерскол вроде как работает. Работают и старую модель. Я продаю довольно-таки давно. Только и на самом деле там косяк был. Тогда с Татарстаном, это с буквой Т. Там первая партия, что она лет 5-6 назад. Вот они как бы не очень были, они у строителей держались. А вот эти, которые сделаны в Китае, держались. И сейчас даже уверена, кто сейчас это видео смотрит. Если у кого есть машинку, он покупал вот такую же, вот похожую. В 2010 году и у многих они работают. Жмем в мастерскую приносят. В данной машинке еще тех-тех-тех кучераевых времен. Как бы там якорь, естественный износ. Как бы либо вот этот, из-за того, что нет ломберинного уплотнения, подшипник заклинил. Как бы да, их в ремонт приносят. Ну как бы эти машинки более-менее цена-качество. Ну ладно, короче, никого тут не буду переубеждать. Пишите, как мы их испытаем. Я вам все это покажу. Распилим якорь. Замерим там эти вот обмотку. Толщину обмотки замерим, если хотите. Вот попробуем там потоку что-то замерить. То есть, чтобы вам показать. Ну про мне, как бы обычная машина-капорезия, здесь сейчас тяжело сказать, что да, это все топчик, да, вперед, все, быстрее делаем акцию, покупайте. Нет, инструменты еще в основном, в основном, когда вот такие вот моменты, мне вот такие вот так особо непонятные. Нет, якорь четко сделан. Это сам бандаж, все это прикольно сделано. Ну, как она будет работать, никто не знает. И за неделю там эксплуатации, так же тяжело сказать, ломаться будет эта машинка, либо не будет ломаться. Вот сейчас уже мы организации стали брать. Ну, некоторые взяли, сейчас работают. Ну, посмотрим, что там дальше будет. Ладно, пишите ваши соображения в комментарии. И в ближайшее время, может быть, через месяцок, а может быть, раньше, как бы, эту тему мы продолжим. Пока!